В эфире телеканала ИТОН-ТВ, программа «Тема дня». Мы продолжаем выпуск. В студии во-прежнему я, Александр Гурарье, военно-политический эксперт Алекс Гальцекер. Алекс, мы перемещаемся из Иордании, как бы возвышаемся, смотрим по сторонам. И оказывается, что ситуация последних месяцев вокруг Израиля начинает становиться, как говорится, вечер начинает становиться томным. Есть несколько событий, о которых мы сейчас обсудим, которые резко ухудшают ситуацию в сфере безопасности. И об этом говорил премьер-министр, об этом говорил начальник генерального штаба, который выступает весьма и весьма редко. И тут он выступил с очень и очень серьезными предупреждениями. Но начнем, наверное, мы все-таки с севера, с Сирии. Так правильно, наверное, будет, да, конечно. Ну, что значит, Сирия? Сирия сегодня, она территориально сама по себе, Сирия как государство, она, в общем, в этой игре принимает наименее важное, так сказать, участие. Когда мы говорим об угрозе на севере, конечно, в первую очередь речь идет об угрозе иранской. Тут многоплановая такая угроза. Ну, естественно, это уже все, так сказать, идет в одном пакете. Теперь после заявления премьер-министра о том, что есть определенные, так сказать, продвижения Ирана на территорию Йемена, тоже появилась масса спекуляций о том, что, так сказать, Иран, возможно, пытается захватить йеменский плацдарм для того, чтобы оттуда атаковать Израиль более точными ракетами. Ну, я проверил по карте, там совершенно, то есть эта спекуляция, она не имеет права на существование. Я проверил, если с самой северной точки Йемена до Илата, то получается километров на 500 больше, чем с правильной точки в Иране до Тель-Авива. Поэтому надо полагать, что угроза действительно существует, потому что есть определенные интересы у Ирана на территории Йемена. Боятся они потерять, в связи с тем, что происходит внутри в Йемене сегодня, боятся они потерять возможность своего контроля над этой территорией, в случае чего. Я думаю, что в случае чего это атака на морские объекты, израильские морские объекты. Не важно, что это так. Не вдаваясь особо в подробности, я думаю, что это возможность Ирана быстро атаковать с йеменской территории израильские объекты, которые находятся в море. Гражданские или военные, это уже на самом деле вопрос второй. Тем не менее, это представляет собой определенную опасность, поэтому Нитаньягу об этом говорил, как мне кажется, что именно это имелось в виду, а не расстояние на карте, потому что это, скорее всего, ошибочно. Это Йемен, так мы немножко отключились. Теперь, что касается Сирии. Тут нужно, во-первых, я так в общем сначала скажу, потому что весь регион, включая Ливан, включая газу, он сегодня находится в ситуации, и все вроде как, если мы исходим с точки зрения здравого смысла, то все понимают, что затянувшийся конфликт, неважно между кем и как, он будет работать, прежде всего, против лидеров лично. Это важно. Мы об этом в прошлом нашей беседе говорили, о том, насколько важна у нас честь, уважение на личном уровне. Мы, Израиль, кстати, в этом не исключение, то есть мы тоже на Ближнем Востоке, и поэтому... Но у нас что-то вот как-то с уважением очень плохо. У нас лидеры стремятся к этому, то, что в результате ничего не получается, это уже другой разговор, но стремятся-то они стремятся. Так вот, во-первых, повлияет на них лично, во-вторых, конечно же, пострадают те, ну, скажем так, государства или, по крайней мере, те образования, за которые они отвечают. Поэтому, если все будут действовать с точки зрения здравого смысла, если никто не будет ошибочно, скажем так, ошибочно анализировать развединформацию, если никто не будет принимать поспешных решений, вот, и все, так сказать, будут заботиться исключительно о будущем своего народа и о своем будущем, то все будет тихо, за исключением каких-то вот мелких вылазок. Отморозков, да? Ну, отморозков не знаю, или тоже можно поговорить и про отморозков в виде исламского джихада, они уже не такой уж они отморозок. Но они, в отличие от всего, что я перечислил, они не отвечают за государство и точно не отвечают за мирных граждан на территории сектора ГАЗ. Давайте тогда уже маленькое отклонение в сторону исламского джихада. Мы не знаем, кто в конце недели, там все взяли на себя ответственность, потому что все в такой ситуации за обстрел израильских городов в конце недели. Там и Хамас сказал, что если что, мы еще повторим, и исламский джихад сказал, что если так будет дальше, то мы, так сказать, продолжим эту историю. Но подрыв, подрыв любой какой-то мирной инициативы Хамаса, мирной, в кавычках, конечно же, мирной, постольку, поскольку, но какого-то продвижения он выгоден исламскому джихаду, который абсолютно военная организация, они не заботятся, их не волнует благосостояние граждан сектора ГАЗ. Им не важны деньги из Катары, их кормят из Ирана, то есть у них совершенно другой вектор развития. – По поводу денег из Катара, по сообщению, которое поступило буквально вчера, Катар заявил, что они сейчас приостанавливают поступление денег, ребята, то есть целяло кончается. – Поэтому они сказали, что возможны в ближайшее время сложности с поступлением денег. – И, друзья, мы говорим о тех самых чемоданах с деньгами, чемоданах с долларами, которые регулярно спецпосланник Катара перевозит через границу, речь идет о наличке, и, значит, привозит, Хамасу сдает для выплаты заработной платы, пособий и так далее. – Надо сказать, что чемоданы с деньгами, это только половина пособия, половина вот этих катарских денег, вторая половина уходит Израилю за то, что Израиль поставляет электроэнергию и прочие вещи на территорию сектора газа. То есть, когда они говорят, что у нас возникают сложности, то они предупреждают, что может быть, вам и электричество поступать не будет, не только чемодан и денег. – Как только перестанет поступать электричество, то сразу все начнут обвинять Израиль. – А они уже обвиняют Израиль, потому что первое, что заявил Ехисануар, когда это было, позавчера, первое, что он заявил, после того, как Катар сказал, что возможны сложности, первое, что он заявил, что если Израиль и дальше будет продолжать блокаду сектора газа, потому что единственное отдушина – это деньги из Катары, то тогда мы, значит, то, что произошло в конце недели в Сдерот, Сдерот – это город, который подвергся обстрелу, один из южных городов Израиля, тогда мы то, что было в Сдерот, это покажется Израилю просто раем, потому что мы израильские города в состоянии превратить в развалины. Это то, что сказал Илья Бехисовна. Да, но он сказал в ответ на заявление Катара. То есть, если… То есть, не будете нам платить, то есть, крекет такой нормальный? Совершенно верно, то есть, такой тройной такой. Так вот, исламский джихад в этом смысле, им это на руку, потому что любые какие-то действия со стороны Ехи Сануара, которые не приводят к определенному благосостоянию людей в секторе газа и не приводят к ликованию, если уж не голодать, то хотя бы радоваться за то, что в Израиле все плохо. То есть, тогда вот вступает в игру исламский джихад, и они представляют собой все большую и большую угрозу для Хамаса. Они, в конце концов, и для нас тоже представляют собой угрозу. То есть, есть у них определенный ракетный потенциал. Насчитывает он, скажем, несколько тысяч ракет. Есть у них ракеты, которые могут летать далеко. Они в состоянии его использовать. И почему их абсолютно не волнует, что в ответ полетят какие-то тоже... Это их тоже не волнует, потому что они не отвечают за это население, они не отвечают, в отличие от Хамаса. А Хамас это волнует, потому что им потом это все раскапывать в результате и выстраивать придется им, и часть катарских денег придется отправить на то, чтобы отстраивать больницы, детские сады и так далее и тому подобное. Это было такое маленькое отвлечение. Теперь, что происходит на севере? На севере, повторюсь, если бы мы рассчитывали на то, что все будут действовать с точки зрения здравого смысла, наверное, все бы продолжалось вот именно так, с маленькими какими-то вылазками, с какими-то точечными ликвидациями на территории Сирии определенных объектов, с признанием Израилем ответственности, без признания Израилем ответственности, отдельный вопрос. И всех это как бы устраивает. С одной стороны, с другой стороны, так долго продолжаться не может, кто-то первый ошибется. Поэтому, я думаю, что заявление о Вива Кухаве, оно было основано на том, что поступила разведоинформация, ну, если действительно все так, если мы играем в открытую игру, в настоящую, а не просто начальник генерального штаба выбивает, тоже такая версия прозвучала, выбивает из государства 6 миллиардов шекелей дополнительно бюджет для армии. Если мы играем в открытую игру, я думаю, что поступила разведоинформация, которая говорит о том, что Хаминаи заявил, что в своем ближайшем окружении о том, что он больше не может терпеть такой вот свободы действий Израиля на территории Сирии. Я думаю, что вот, например, такая информация, я не располагаю в данном случае достоверными источниками, но могу предположить, что вот это вот, например, могло сработать на то, что он скажет, вот теперь я тоже хочу поиграть в такие точечные игры. Понимаете, в чем дело? Вероятно, ситуация, которая сегодня сложилась, она не приведет к долгосрочному конфликту ни на севере, ни на юге. Но если короткий ракетный обмен с ГАЗой, с Хамасом, он в результате проходит для Израиля, ну, конечно же, тяжело, конечно же, за это обидно. И, конечно же, могут пострадать люди, которые живут на Совершенно верно. Но короткий, краткосрочный ракетный обмен с Ираном, с территории Сирии, или уж тем более с территории Ирана, это гораздо больше жертв, это гораздо большие потери с точки зрения населения, с точки зрения имущества на территории Израиля. При всей успешности систем противоракетной обороны на всех трех слоях, включая последнее развитие, второй слой ракеты Проща Давида, которая год назад, примерно, в июле прошлого года, судя по всему, во время одного из перехватов иранских ракет в Сирии, упала на территории Сирии, об этом сегодня говорят. Но об этом тогда тоже сообщало, что вылетело две ракеты, одна взорвалась, вторая нет. — Да, но теперь говорят о том, что она в Москве. Сегодня китайские СМИ почему-то первыми сообщили о том, что вот эта ракета, которая по израильской версии достигла своей цели, она в результате упала. — Сегонечка, достигла своей цели, ее целью не была Москва. — Нет, Израиль сообщал о том, что она достигла своей цели, перехватила одну из ракет, которая была направлена на израильскую территорию. Правда, Израиль изначально говорил, что это не стопроцентная вероятность. — Насколько это серьезно, кстати, то, что эта ракета оказалась в России, что сейчас ее разобрали и анализировали? — Во-первых, она оказалась год назад, год уже работает. Давайте так. Система «Проща Давида», в принципе, если серьезно об этом говорить, это система, которая в определенной степени конкурирует с системами российских ПРО С-400. Давайте так. Как китайцы описали, что она практически неповрежденной приземлилась на территории Сирии. Она летела довольно быстро и падала с большой высоты. Поэтому, насколько она неповрежденная, я просто со стороны наблюдаю, думаю, что китайские СМИ что-то тут погорячились. Конечно же, есть останки. — То есть, скажем так, она не взорвалась, но то, что она неповрежденная… — Понимаете, в чем дело? Сегодняшние любые технологии в области вооружений, они практически не строятся на собственных разработках. «Проща Давида» как раз она была во многом основана на израильских разработках, но это совместные разработки вместе с американцами, которые что-то вместе разрабатывают с немцами, что-то вместе разрабатывают с турками даже и с индусами. То есть, эти технологии, они так или иначе крутятся, что называется, по миру. Поэтому, чтобы мы что-то такое… Москва там обнаружила какую-то диковинку для себя. — Ну, причем сама-то ракета, она не представляет уж такой суперценности. Там больше имеются локаторы, радары, программное обеспечение, которое там… — Конечно же, по ракете можно многое определить, но я не думаю, что вот эта вот ракета, она прямо вот сейчас перевернет мир для российских разработчиков противоракетной обороны. Я думаю, что, может быть, что-то новое и узнали, или еще узнают, но, скажите, сделать из этого вот катастрофу, да, то есть, как были попытки, вот, то есть, это действительно мы потеряли самое главное, что нет, мы не в 42-м году, то есть, где вот можно за полгода просто переменить баланс сил, мы в другой совершенно ситуации. Может быть, что-то мы у себя развиваем, ну, то, что называется, мы все-таки в отличие от всего мира, весь мир разрабатывает оружие, ну, по крайней мере, крупные государства. Мы просто, в отличие от всего мира, находимся постоянно под давлением военных действий, поэтому нам всегда нужно быстрее, чем другим. И, может быть, мы немножко где-то в чем-то опережаем, но поскольку технологии-то, они быстро становятся частью вот этой вот поляны, да, вот, всемирной, то то, что мы опередили, в общем-то, достаточно в ближайшее время придется уже, многие об этом должны будут узнать. Представьте себе, сколько ракет железного купола уехало из сектора газа в Москву, да, то есть, когда это была новинка. Сколько ракет пролетели мимо своих целей во время военных действий и оказались там. То есть, я не думаю, что сегодня это представляет собой какую-то ценность, вот эта одна ракета про проща Давида. Могу ошибаться, как обычно, но надеюсь, что нет. Ну, это такое было отвлечение. Так вот, если возникнет кратковременная ракетная перестрелка между Ираном и Израилем, кратковременно, вот просто вот Иран решит на очередные действия Израиля на территории Сирии ответить залпом ракет. Я не уверен, что ситуация будет складываться удачным для Израиля образом. То есть, не уверен как? Не могу быть уверен на 100%. Тем более, что если ракеты полетят не из Ирана, а полетят откуда-нибудь из Сирии. Ну, уже однажды была такая попытка. Действительно, там сработала разведка, была определенная информация у Израиля. Израиль нанес упреждающий удар. И, слава Богу, все сложилось для нас благополучно. Немножко разозлились в России, немножко разозлились в Сирии, сильно разозлились в Иране. Ну, в общем-то, эта ситуация нас вполне устраивала. Я не уверен, что так может продолжаться. Мы же помним, что когда-то, даже возьмите ХАМАС, он все-таки гораздо слабее, гораздо менее, так сказать, масштабная организация. Когда-то нам казалось, вот во время операции «Литой свинец», нам казалось, что «Железный купол» – это железный купол. Но если стреляют в один день 500 ракет, 600 ракет, 700 ракет, железных купол, системы железных купол не хватает. Просто не хватает на эту скорость, на это количество, и в результате разрушаются дома, в результате гибнут люди. Конечно же, большинство из этих ракет удается перехватить. И, возможно, системы ХЭД в случае с Ираном и та же система Проща Давида, они сработают удачно. Но, во-первых, в отличие от «Железного купола», у нас очень мало было оперативных использований этих ракет. И вот пока нам нужно учиться это делать. Учиться на полигоне – это одно, а учиться в реальных событиях и в определенной частоте, это совсем другое, тем более, что мы не знаем, какие будут сопровождающие последствия, будут ли жертвы, будет ли оказано определенное давление на правительство изнутри. Поэтому такого конфликта, даже краткосрочного, нужно опасаться. Я думаю, что именно об этом говорил Ави в Кухаре. То есть есть новая угроза. Новая угроза – это не значит, что сейчас нас завалят просто ракетами. Но мы должны быть готовы даже к этому краткосрочному обмену ракетами, о котором он говорил. Ну, опять-таки, иранская ядерная угроза. Но это уже больше к премьер-министру, это он об этом говорил. Это его конек. Это конек. Понимаете, в чем дело? Тут версии разнятся. Конечно же, это плохо. Тут все согласны. Да, но Иран объявил сейчас, что они начинают новый уровень обогащения. Да, ну, совершенно верно. И санкции экономические, которые, так сказать, объявляет Трамп и усиливает Трамп, они, безусловно, окажут определенное давление, они, безусловно, приведут к определенному результату. Но решительные действия Трампа сейчас не пойдет, все об этом говорят. То есть на канале выборов он уже вступил в выборную гонку, и сейчас там начинать какую-то войну ему совершенно никто не позволит. Это будет непросто, это будет непросто, но это будет интересно, потому что Трамп, он же последний политик в мире, которому нужно вот так вот прагматично подсказать зрение, что ему выгодно, а что ему не выгодно. Вспомните, как он стал президентом. Любой его шаг просто поначалу вообще воспринимался как какая-то дикая совершенно вещь, то есть до последней минуты Хиллари была президентом, то есть у нее-то все было рационально, а у него все было нерационально. — Да, но как показывают последние события и последующие, что под этой показной, так сказать, сумбурностью на самом деле очень тонкий просчет. — Конечно, так вот мы же не знаем, на каком уровне заканчивается этот тонкий просчет, то есть как он себя может повести, так сказать, фронтально против Ирана, что может быть на самом деле, как это может быть подано, под каким соусом у него выработалось определенное новое окружение, довольно стабильное в последнее время. Я не знаю, как ведет себя Трамп с этими санкциями, это важно, это в любом случае важно, но если Иран дойдет до определенной черты, то есть обогащения урана, неважно, как это называть, и появится реальная опасность ядерного оружия у Ирана, боюсь, что снова в Израиле встанет вопрос, который уже вставал однажды, об определенных действиях все-таки Израиля на иранской территории, потому что неважно, кто будет американским президентом, эти каштаны из огня для нас никто таскать не будет. Да, это, конечно, неприятная история. То есть, а вот такой еще вопрос в продолжении, то есть мы говорили о том, что, скорее всего, может еще так оказаться, что начальник генштаба таким образом просто выбивает себе лишнее финансирование, но нельзя не согласиться с ними, что вот это количество батарей железного купола их явно недостаточно, то есть это Ришкин Кафтан, то есть они то оттуда их перебрасывают, то сюда перебрасывают. То есть необходимо как минимум, там, я не знаю, еще 5-6 батарей для того, чтобы они стояли стабильно и не бегали туда-сюда. Необходимо еще много чего, на самом деле. Необходимы ракетные войска, необходимы ракеты земля-земля, потому что, как выясняется, не все можно делать с воздуха, как это делалось в течение очень многих лет в ближнем зарубежье нашем, по ряду причин, в том числе и объективных. Нужны бюджеты для того, чтобы реорганизовывать определенные войска. Это не первый начальник генерального штаба. Для бюджетов нужно правительство, правительства нет, и мы возвращаемся к тому. Бенни Ганс, наш главный сегодня, так сказать, претендент на должность главы правительства, который пытается в эти дни создать правительство, которому поручено президентом создать правительство в Израиле, когда он в его бытность начальником генерального штаба на одном из инструктажей, он тогда не был секретный, поэтому можно рассказать. Одной из его забот было тогда сохранить бюджет для армии, потому что тогда речь не шла об увеличении бюджета, тогда речь шла о катастрофическом сокращении бюджета армии. Ему удалось довести до правительства формулу, в которой, я думаю, что он был прав абсолютно, он этим похвастался перед журналистами, тогда перед военными корреспондентами. Формула такая, я не буду первой организацией, которая подвергнется сокращениям, и не буду второй. Я готов быть третий. То есть он довел, вот после того, как проведутся сокращения еще как минимум в двух государственных крупных структурах, тогда придете к армии. И Польш это принял, то есть, по-моему, кабинет это принял тогда, потому что позиция абсолютно правильная. Помимо армии есть еще у нас где взять, если вдруг необходимо. Есть, ну, я не экономический обозреватель, но я уверен, что можно поискать и найти деньги, как бы, прежде чем, так сказать, приходить к армии и говорить, не, ну, с железными куполами сейчас не время. Я думаю, что они последние, у кого вообще нужно бороться. Но для всего этого нужно правительство. Спасибо большое. Как минимум. Спасибо, Алекс Кальцекер, военно-политический эксперт. Дорогие друзья, программа «Тема дня» завершена. Всего вам доброго. До свидания.